Здравствуйте, дорогой зритель! Продолжаем играть в Axion, пытаемся выжить любой ценой. Наша задача бегать, бегать, убегать от пиранези, которая за нами крадется, и осталось не так много мест. Раз, два, и обчелся. Поэтому нам нужно срочно найти новые какие-то планеты. Поэтому начнем с того, что сломаем систему ПРО. Это, конечно, провал. Но иначе мы не успеем просто найти новые планеты. Потому что наше строительство в 6-м корпусе, в 6-м секторе, оно не очень-то шевелится. Так, туда, туда. И из-за того, что он не очень шевелится, боюсь, мы не успеем просто построить здесь уж нам нужном. Сплавы. Гоним сплавы. Гоним сплавы все в 6-м сектор. И гоним сплавы у всех. Забираем сплавы сюда. Строим тут поезд, чтобы еще быстрее сюда все гнали. И следует, что у нас сейчас клетка Фарадея и зонты Кара. Вот эти два сюжетных... Две сюжетных технологии. Здесь делаем Криоцентр. Криоцентр. И в первом секторе Криоцентр ставим приоритет на первую. Это, короче, баг. Оно вот все выделено. Но когда же стой появился, появилась кнопочка. И теперь действительно можно задавать приоритет. Все, теперь рабочие идут в первый сектор. И строим в пятом секторе тоже будем. Потому что первый и пятый, там не хватает людей. Здесь стройка вся идет. Так, это собрали, это собрали. Теперь нам нужно зонды. Успеть напулять зондов. Надо их успеть сделать. Пошла стройка. А потом надо успеть будет до того, как ракета полетит в нас. Очередная. Приближается, приближается. Стой. Я думаю, когда красный дотронется, тогда есть трандец. Полетели нафиг. Убегаем. Че там с зондами? Строится. Клетка Фрадея готова. Идем за второй технологией. За зондом Икар. Так, за зондом Икар. Раз мы идем там за зондом Икар. В очередь чуть поставить. Площадку дронов. Поставим в очередь логистику. Чтобы быстрее дроны возили нам Ресы в новый сектор. Так, есть стыковочная. Сейчас будет зонд строиться. Нет, не будет. Он уже есть. Где-то надо найти. Ну вот. Так. Чуть поближе. Нет, ничего. Потому что мы вот сюда. Мы сейчас сюда, потом сюда. Сюда. Видимо поближе ничего нет. Значит уматываем туда. Туда помотали. Так, пятый сектор. Ты заканчиваешь стройку. А научник-то наш. Там где-то был наш научник. А, еще не готово. Есть. Здесь ставим на пятый. Включаем ему хранилище. Чтобы он быстро-быстро размораживал. Кстати, где еще-то были они? А не где. Только здесь и все. Второй все вывез. Там уже в ноле. Убираем тогда. Ну, кстати, тогда и во втором секторе выключаем этот склад. Чтобы этот склад... Да японский бог. Чтобы этот склад не требовал сотрудников. Законченный исследованием. Так, настиг циклон. Мы угодили в западню. Отбились от коллектива. Перевели дух. Ветер стих. Остальные. У них оранжевые скафандры. И фактор окружающей среды здесь ни при чем. Люди уверяют, что у Доллос всегда были оранжевые костюмы. Но ведь это неправда. Я и второй носим желтые скафандры. При этом нет сомнений в том, что они наши товарищи по команде. В ходе медицинского и психологического анализа не выявлено никаких отклонений. Что за дела? Покинуть остальных из-за того, что они подверглись неизвестному воздействию. Так это может вы подверглись. Их-то трое, вас-то двое. Ладно, вернуть всех на месте разберемся. Что там у кого желтый скафандр, у кого оранжевый. Дальше. Дальше. Шестой сектор. Корпус еще на минусе из-за разрушенных. Икар готов. Построить икар. Преобразовать корпус в клетку Фарадея. Да у нас как бы... Очень-то... С корпусом. Хотя если мы построим клетку Фарадея, сможем пульсар активировать. Может быть, Пиранезе там прижгет хотя бы наполовину. Уже будет неплохо. Может, скорость там сбавит еще что-нибудь. Зонт пока в пути. Можно сейчас еще накидать и... Так, ну здесь понятно. 2-го туда. Ну и все, наверное. Обратно строить надо. Две успели. В принципе, отсюда-до-сюда долетим, наверное. Хотя тут такое же состояние, как и тут. А, ну там уже все. Ну, в принципе, вот. Раз, два, три. Отсюда-до-сюда долетели. Тут плюс-минус одинаково. Сюда-сюда. Пройти вот через вот эту штуку, конечно. Надо успеть корпус починить. Чтобы побольше он был. И тут такое же расстояние. И отсюда можно будет и вот сюда. Все, дальше три прыжка нам должно хватить. Если уж нам три прыжка не хватит, то... Чего счет тогда? Все, отсюда не ломаем. Вот это включаем. Все, противоракетная установка пошла. Это делаем. Шестой, ты тут разобрался с мусором своим? Нет. Ересов еще не накопили. И дом еще не построен. Понятно. Прочность, прочность. Так, сверхурочное переутомление. Переутомление в первом... В первом. Ну мы же там... Вовсю. А, она как раз и сломалась. Понятно. Так, сейчас будем освобождать. Тут тогда людей отработаем. Это что у нас? Пабрика полимеров. Оно нам надо? Полимеров немерено. Выключаем. Склады, забитые на глуха. У нас есть полимеры. Так, выключаем. Нафиг. Замороженных размораживаем. Это надо. Ладно. Здесь. Выключаем. Мы это вообще не производим тут. И ничего не строим тут. Поэтому это вообще не нужна штука. Так. Склад с едой нужен для еды. Заморозка для разморозки. Вот этот... Так, этот на кремнии работает на самом деле. Вот этот вернем. А вот этот готовую продукцию выключаем. Что еще тут можно выключить? Больше ничего нельзя выключить. Эти нужны. Итого, сколько нам теперь нужно рабочих в первом секторе. Ну вот, 204. 204. Можно еще один склад выключить. Фиг с ним. Еще 8 будет. Все. Уже не будет сейчас. Сверхурочные остались. Но... Но хотя бы так. Хотя бы не минус. Второй и четвертый. Во втором. Эту выключили уже ерунду. Здесь схемки. Схема к 45. Схемки мы пока не производим. Выключаем. А, производим. Просто у нас два завода здесь. И общается с активным складом. Ну и тоже ее выключим тогда. 45 там пока что хватит. Так, ремонтники. Еда. Еда 110, еда 110. А нельзя большой склад один под еду вставить? Остальное сломать? Нет, нельзя. Ну ладно, еду не трогаем. Полимеры тут на кой? Включаем. Еда, еда. Столовка. Настроение. Да, и все. Но и туда пускай свозят отсюда. Поэтому это пусть работает. Не получилось все равно ничего сделать. Хотя двух человек всего не хватает. Как это так-то? Может перерасчетик? Маленький перерасчетик будет? Не будет. Пока не заполнится, значит, никак. В третьем секторе нет ремонта. В четвертом 30 человек. Не хватает. Здесь что можно выключить? Дает плюс два в секторе. Будет минус, да? Но в целом будет плюс все равно. Плюс 20 человек. Выключаем. И еще 10 где-то надо выцепить. А 10 пришлем из другого. В пятом, блин, столько не хватает. Не пришлем, значит, 10. Значит, надо еще какую-нибудь виднюю выключить. Микросхемы выключим. Стройка не ведется никакая. Полимеры. Куда вам столько полимеров? Ломать или не ломать эту байду до конца? Тут и выключить-то нечего больше. Лед вывозится. Хотя, может, сейчас лед и выключим. Выключим лед. Там достаточно его и так. О! Плюс 5 из оптимального труда. Итого плюс 40 стало. Все, нормально. Подкачали. Подкачали это дело. Идем дальше. Так, дом сгорелся. Пожарка есть. Потушат. Так, эта зараза крадется. Эти еще не долетели зонды. Давайте зонды в темпе. Ракета! Фу, есть успели. Просто построили уже. Зараза. Напугал. А там еще и дроны светом летят. Уматываем. Уматываем нафиг от дронов. И эта штука за нами сейчас развернется. Может быть... Так, есть планета. Ура. Стэнфорд. Ты там еще не все догрыз. Шестерня. Ты там занята. Да, в принципе, пофигу на научку какая-то. Хотя, как пофигу. Нет. Квэз же надо закрыть. Стэнфорд. Бегом. Бегом за новый. Здесь понятно, что только очки науки остались. Без очков науки мы обойдемся. Так, дроновозка. Дроновозка. Зонды. Скорость зондов берем. Быстрее зонды летали наши. Так, здесь бардак весь. Отмечаем под снос. Сплавы завезли. Но еще недостаточно. Что-то медленно сплавы как-то возят. Хотя почти отовсюду везут. Но все равно медленно. Начать строить клетку Фарадея, что ли, сразу? Долетели. Знать бы, как она сработает. Прибьет она пиранези или дронов хотя бы очистит. Если знать бы, что она снесет дронов, мы бы потом могли бы тут по кругу условно летать. Ракеты сбивать. Дронов сбивать вот этой штукой. Хотя, может, эта штука и по нашему корпусу будет долбить. Может, нам этот клеток Фарадея не поможет. Либо просто уже ждать, пока он приблизится. Надо сейчас тянуть корпус, а потом прорываться вон туда, вон туда и вон туда. И на три прыжка еще нам времени хватит. Планету еще, правда, найти надо. Хотя, корпус все равно надо делать. Тут еще 1,7 до Икара. И кого знает. Просто пока мы будем строить клетку, у нас корпус упадет. Если нам клетка не поможет и нам придется бежать, то нам эта штука приведет нас к поражению. Потому что корпус просядет. Нам вот сейчас надо максимум копить, чтобы пролететь через облачко. Но если мы успеем построить и отобьемся, то нам уже не надо будет через облачко лететь. Ну, давай попробуем. Ладно, с клеткой с этой. Хотя, наверное, менее рискованно все-таки пока убегать. Ладно. Тут стройка идет так. Мусорчина. Мусорчина. Заканчивается технология. 5%. Мы не успеем, походу, достроить. Зря я полез туда. Эта штука раньше. Но, опять же, если эта штука подкрадется, мы вон на ту можем прыгнуть. Если она дронами потом не заразит. Хотя на ту зачем? Вон на ту лучше. Хотя через облако. Фиг знает. В общем, ну, конечно, непросто. Пошло все непросто как-то. Так, шестерня. Ты что там? А, ну ты строишь. Почти готово. А у нас тут 13%. Ладно. Делаем. 38. Сейчас доделываем новый. В пятом секторе не хватает рабочих. А что ты? Ты же размораживаешь только для себя. А, кстати, кстати говоря, если в первом секторе проблемы с людьми закончены. Хотя, как закончены? Нет, еще не закончены. Еще 20. 18. 18 человек еще. Думал, из первого сектора перебросить. Ладно, тогда рано. О, сейчас достроим эту штуку. Снесем вот эту столовку и воткнем сюда. Икар закончен. Икар закончен. Икар-3 готов к пуску. Активировать пульсар. А, на активацию еще 5 циклов надо. Ну, кстати, без клетки и не активируют. Впрочем, это понятно было. 5 циклов. А у нас что там? Постройки по нашей. 20% только. А это хренам было уже здесь. Надо корпус. Хотя корпус копится, на самом деле. По плюс 37, но копится. Вот сюда побежим тогда. Ладно, двигаем дальше. Но я не играл полгода. Потому что так, ну, уже там стабильность вышел. Особо так ничего не происходит. Сейчас вот начал. И прям напряженка идет. Пишу подряд серии. Так, есть технология. Есть технология. Шлюз, что ты нам дать можешь? Стройка на 10%. Блин, вот это надо было брать. Это нам сейчас... Дало бы клетку Фарадея. Но побыстрее. Ну, вместимость ресов, кстати, всего 7 колбочек осталось. Тоже быстро закончен. Главное вот здесь, чтобы нас не зажали. Ни ракетой, ничем. Госпиталь. А что с госпиталем? Вроде все готово. Есть сплавы. Есть еда. Да все есть. Нормально. В первом секторе бомж появился. Как так-то? Население 822. Вместимость 880. Походу, с домами что-то было. Так, ладно, тянем дальше. Сюда еще не долетели. Еще долго. Туда еще не долетели. А тут уже близко эта шняга. Надо готовиться к прыжку. 375. Но корпус растет, на самом деле. Хотя, там было написано, что не будет ремонта корпуса. Пока будет идти стройка. Но нет, стройка идет. 34 процента. Ну тогда ладно, нормально, что мы ее запустили. Мы с ней вместе улетим. Сейчас вот чуть-чуть еще подпустим поближе. Стартуем. Хорош. Что по корпусу? Почти 400. Блин, через облако. Здесь, конечно, может не хватить через облачко. Может и хватить. Как повезет. Так, здесь. Давайте строить уже резче госпиталь. Минус 10. В облако еще не вошли, а уже минус 10. Доступна технология. Следующую тогда ставим сразу. Зонды на 100 быстрее. Зонды на 100 быстрее. Не думаю, что нам еще нужны зонды. Оптимизация хранения. Быстрая выгрузка. Тоже не выглядит очень прям как-то круто. Дроны. Еще больше дронов. Вот еще больше дронов возьмем. Шестой сектор нам быстрее, чтобы прокачивать. Так, ну и смотрим. Сейчас в облаке получим мы сильную люляку. Минус 10. Да нет, кстати. Это нормальное облако. Стэнсфорд что-то нашел там, куда мы летим. О, ну вот она. Вот она. Подходящий кандидат для испытания наших колонизационных протоколов. Мы приземлились. Климат здесь намного более теплый и влажный, чем на земле. Но здесь есть кислород и другие материалы. Берем колонию. Ах ты ж, зараза. 150 у нас только колонистов. Либо еще 200 колонистов доделать. Базовую. Полтинник, три цикла. Она у нас выключена. Не знаю. На вот эту хватает. На вот эту. Раз, два, на три прыжка есть. Но просто сейчас ее включать. Ладно, давай сделаем. Хорошую сделаем людям. Выжидание. Ну вот тот, который не занят. Он пусть и летает. Так, и раз он теперь летает, нам нужно еще колонистов сделать. Сейчас, как включу. Летит ракета. Контурмеры недоступны. Потому что мы, походу, в полете. А, ну вот. Минус 168, да. Вот оно, облако. Но мы сейчас выйдем из него, как бы. Я надеюсь, перестанет быть 168. Снова будет 10. А там мы займемся ремонтом. Не понял, почему ракета не летит. Не готова противоракетка. Потому что склад выключен. С полимерами был. Ёкла мэне. Ёй-ёй-ёй. А ракета уже близко. Ну вот корпус плюс 4 стал. Это замечательно. Вопрос только теперь о ракете. Потом-то там хватило мапа выключать-то все. Ё-моё. Как приоритет поднять. Нет приоритета. Эй-эй-эй. Тащите. Вот тащат. Вот он. Вот он. Долгался. Куда вы что творите-то? Блин. Я помню, что они творят. Они туда потащили все полимеры. А надо вот сюда тащить все полимеры. Где ракета? Трандец. Не успеем. Сколько корпуса осталось? 250. Она только строится. Ёкнула. Минус 78. Ёкнула. Устояли что ли? Устояли походу. Так. Доступны события. Нет. Это мы уже строимся. В натуре устояли, да? Хотя минус 78. Так. Ну сейчас, как в прошлый раз, да? Вон оно все взорвалось. Загорелось. Минус 38. Сейчас либо вытянем, либо... Привет из песней. Блин. Это я, конечно, прощелкал. Все. Вот теперь она готова. Не хватило-то прям чуть-чуть. Совсем. 91. Скорее, скорее. Так. Эту сломайте. Сейчас мы здесь сделаем еще одну чинилку. Просто чуть-чуть надо... Дожить чуть-чуть. Так. Вот она, да? Давайте, давайте. Так. Это сюда, это сюда. Пусть так стоит. Плюс 42. Нормально. Вытянули. Так. Ну, шляга уже тоже близко. Но теперь у нас есть про. Следующий прыжок будет вон туда. Нам сейчас главное успеть дотянуть корпус. Доверью плюс 07. Фиг с ним. Дотянуть корпус. А чтобы вот это вот облако пройти, потому что опять залезет в облако. Блин, дроны летят. Дроны. А нам уже надо прыгать. 108. Я надеялся, что будет больше времени. Кстати, колонистов-то тоже надо успеть сделать. Клетку успеть сделать, колонистов успеть сделать. Второй сектор у нас. Надо четыре человека всего. А, им схемы еще нужны. И сюда опять. Итого 9. Ладно, пока сверху урочные. Ой. Вот сюда надо нажать, чтобы следить за дронами. Что эти дроны не сожрут ли? Стой. Колонию не сожрут ли они? Итого 130 корпуса. Но не так, чтобы много. А мы полетели. Сейчас несколько столов вышло. Сейчас надо выйти пройти облако. Облако. Если облако пройдем, то есть шансы где тут столовка. В упор не вижу. Где у них столовая? Это как так-то? Не может же не быть столовки. Я мой. Я и тут ее не вижу. Ну вот с пирамидкой домик. Домик с треугольной крышей. Где ты домик с треугольной крышей? А, вот он домик с треугольной крышей. Вот тут он был. Нет, вот он стоит. Нормально, нашел. Так, этого нашел. Этого нашел. Так, этого нашел. Этого нашел. И тут тоже нашел. Так, этого строим. Тут разобрали. 115. Вот если нам хватит 115, чтобы пройти через облако, то этой шняги еще до нас долго лететь. Про уже наконец-то точно рабочие. И я думаю, нам хватит времени, чтобы достроить клетку Фарадея и активировать. Сейчас вот зависит только от того, долетим, не долетим. 105, 104, 103, 102. Станция не резиновая получена. Ачивка. 90. Лисит ракета. Сбиваем ракету. И долетели. Плюс 40. Ну, в принципе, пока жить будем. Пока жить будем. А дальше посмотрим. Собственно, план какой? Достроить клетку Фарадея, уже активировать Тикар. Квест с планетой выполняем. Колонистов надо подвести. Еды надо... Ну, еды немного. Колонистов еще, правда, не доделали. Но в целом мы еще можем же сделать прыжок отсюда вон туда. Так что можем их успеть наделать. Исследование, кстати. Не забыл опять включить. Забыл опять включить. По исследованиям делаем еще раз дронов. И еще раз дронов. Чтобы быстрее с шестым сектором разбираться. Хотя тут уже стройка пошла. Ремонтный. Вот этого отсека ремонтного. Че вы тут злые-то такие? А, ну здесь нужно воткнуть им успокоительные всякие вещи. Это тоже ерунда. Главное, чтобы хватило времени, пока нас догонят. Догонят или не догонят, узнаем в следующих сериях. Чтобы их не пропустить, подписывайся, нажимай колокольчик, пиши комментарии, ставь лайки. Спасибо за просмотр. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok